Вот тут у нас давно-давно была станция скорой помощи, помнишь? Тут был дом, тоже долго-долго стоял, только тут полгорода в этом доме было прописано. Где? А это, наверное, Орловский дом покупал. У нас тут тоже такой хитрый предприниматель. Ну, там очень интересная история была, я как бы не знаю, что ее рассказывать для всех. Ну, он в Анапе, они же у нас все, все умные люди в Анапе находятся. В Анапе, в Краснодаре, в этот Калининград еще едут, в Воронеж, в Анапе больше всех. Потому что песня была, надену я черную шляпу, поеду я в город Анапу. Вот они все это. Ну, и вот как в любом гетто, в центре любого гетто, здесь стоит острог. Это все как положено, все в лучших традициях, как положено. Сердце города ТЭЦ. Ну, тепло, если без... Царь, да, Некрасов писал, что есть в мире царь, и царь этот голод. Но есть еще один царь, и он пострашнее голода будет, этот царь называется холод. И вот у нас, здесь вот на крайнем, на крайнем востоке холод страшнее голода, я тебе скажу. Если тебе даже жарко, а жрать нечего, это нехорошо. Нет, ну понятно, но царь, вот этот холод, это вообще... И поэтому то, что тепло, это, в общем-то, это сердце города, я считаю. В процессе работы турбины у нас ТЭЦ вырабатывает тепло, которое летит в батарею, охлаждается в батареях и возвращается. Утилизация тепла, так называемая, ну, почему-то за эту утилизацию люди еще и платят. Утилизируя в своей батарее охлаждение и способствуя выработке электроэнергии, люди еще пошляют у нас. Поэтому, ну, все как-то сделано через одно место, так сказать. Слушай, это же же не необходимо, за это не иметь, правда. Так скажем, за воздух. За воздух. За воздух. Нет, ну смотри, ну доставка же должна же быть, правильно, доставка. Она давно уже купилась. Нет, ну а людям, кто этим будет платить, которые воду эту качают, например? Они же задействованы. Там же не просто люди, там оборудование, техника. Мы платим, налоги этим платим. Очищение воды, там, все вот это вот. Фильтрация, там вся вот эта вот канитель. Хлорация. Что там делается? Государством можно платить. Это почему должны платить? Ну, государством выделяются деньги. Ежегодно, там, вот эти Силуановские законы, это последние были, там, 94-й, там, ПР, что-то еще там. То, что коммунальные платежи, они для людей бесплатные по соц. найму. По соц. найму имеется в виду. То есть, те, кто по соц. найму жилье, неприватизированное, они и бесплатно должны жить им. В общем-то. Вроде и делаются, а кто у нас по судьбой? Педагоги, медики. Ну, они так же башляют все. Если ты, правда, почетный преподаватель, тебе тогда свет бесплатный, трава, по-моему, бесплатный, почетный учитель. Но до почетного учителя надо поработать лет 30-40 в школе, так-то? Не, сейчас уже всем подряд дают. Кого? Идет специалист на работу, устраивает, он молодой. Ну, у него сразу уже... Почетный учитель? Он не почетный учитель, я имею в виду, у него сразу селикот и идут. А, ну, тоже хорошо, но если никто не хочет уже заниматься, конечно. Вон эта бабушка, Настя, она же физиологом работает в школе. Как раз. А у нее бесплатное жилье. Нормально. Что, у тебя было? Так-то, мне вот этот наш больше всего нравится, вот этот сталинский сектор. Вот, они хоть такие разноцветные, они хоть разноцветные, нет, может потому что я жил тут. Балконов нет уже. Балкончики нет, если можно, можно как бы... Квартира неудобная. Квартира, наоборот, практичная, зря-то они здоровые. Ну, можно перепланировать делать, красиво будет, хорошо. Ну, третий этаж, у тебя балкон есть, второй этаж, у тебя уже балкона нет. Ну, что смеяться-то? Ну, так-то, да. Большая квартира, ты же. Ну, бери третий, чтобы балкон был. А там как классно раньше было. Тут же демонстрации собирались, там, на всякие праздники. На балкошку выйдешь там и смотришь. Ну, как вот у тебя те Алла Володарская, 15. Ну, вот Николаев на Амуре за рулем. Еще раз разговоры за рулем, разговоры на улице. Лайкайте видосик. Кому зашло, ну, кому не зашло, тоже можете лайкнуть. Уж от этого не будет. Роман Зайцев, живу на ДВ. Куда он едет? Ну, он едет на разгрузку. Он хочет на нашу. Ну, хочет, да. Нет, чуть-чуть повыше. А вот вставай туда, а я потом оттуда выеду. Ты сегодня поедешь? Конечно. Хочешь машину не забрать? Ну, да. Я хочу шипкалить одну. Да посмотрим, ставь сюда, тут хотя бы этих самых не то, а то опять колесо порывет. Блин, вон, видишь, арматура там. Ну, не торчит, но она, вон она. Ну, аккуратненько так заезжай. Ладно, друзья, тут тоже дела, дела. Надо, короче, пойти хоть яичницы пожарить, покушать что-нибудь. Роман Зайцев, живу на ДВ. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Смотрите мои видео подписанными на канал, пожалуйста. Вот, а то... А то завтра, может, вообще все поменяется, и уже видосчиков не будет. А так я буду знать, что кто-то ждет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok